Ну что ж, вот и лето прошло, как его не бывало. Что ж, прям дружище, Джейми, как обычно, у клава мыши. Лето мы проводили, осень мы встретили, и теперь поговорим о Расте. Итак, всех поздравляю с выходом нового патча и добавлением хард-режима в игру. И на этой неделе нам разработчики добавляют аж целых 9 новых скинов в игру. И сейчас все они у тебя находятся на экране, все 9. Итак, теперь пришло самое время, чтобы эти самые скины посмотреть непосредственно в самой игре. И неделя у нас традиционно начинается с нового ящика в коллекцию граффити. И на этой неделе это у нас ящик для вещей, клоузес. Он выглядит у нас традиционно, поменялась только картинка сверху. И, соответственно, надпись. Едем дальше. Ящик светится. Добавляют нам разработчики такую дверку из МВК, сделанную под золотой слиток. Внутри выглядит она вот так. Достаточно необычная дверка. Fine Gold. Fine Gold. Отличное золото. 999-й пробок. Также нам добавляют вот такую дверку металлическую. Так, давайте посмотрим. Так, дверка светится. Ну, вернее, изображение, нанесенное в пиксель арте на нее печки и снизу огней. Ну, и, соответственно, также светится и ящик. С боков и сверху подсвечивается. То есть, удобно будет его смотреть как сверху, так и сбоку. В зависимости от вашей расстановки в доме. Такая дверка интересная, металлическая. Можно поставить в печной ее. Обозначить этой дверью свою печную. Противнику при рейде было проще ориентироваться. Так, едем дальше. Переходим к оружию. Добавляют к нашему калашу с прошлой недели, по-моему. Вот такой вот томик. Коллекцию Retro Blast. Ну, кстати, неплохой скин. Выглядит достаточно интересно. Цветной такой, прикольненький. Как и калаш, который у нас был на прошлой неделе. Так, вот такой вот, соответственно, калашик нам добавляют. Тоже достаточно интересно выглядит. Такой под ржавчину, кстати, сделан. Стилизован под игру. Ну, и он немножко в пиксель-арте сделан. Пиксель-арт я не очень люблю. Ну, а так, в целом, калаш неплохой. Ну, и добавляют вот такую нам катану. Это большой меч. Тут, кстати, скин достаточно интересно выглядит он. Ну, опять-таки на любителя. Он сделан, но выглядит неплохо. И сталь хорошо передана. И вообще, в принципе, так стилизован под катану более-менее. Сколько это возможно было. Ну, и наша серия JPEG переходит на шмотки. На этой неделе нам добавляются аж целых три предмета. Это кофейная маска, нагрудник из дорожных знаков и килт из дорожных знаков. Но я по-прежнему достаточно скептически отношусь к этой серии. Ну, тут опять-таки на любителя. Мне она не очень заходит. По сути, изображение не изменилось. Изменилось только, скажем так, его дизайн, стилистика этого изображения. Поэтому и JPEG называется эта серия. Ну, что ж, дорогие друзья, теперь поговорим немножко о сервере. О все те скины, которые ты только что видел. Ты сможешь использовать на моем сервере под названием Pioneer Rust. И это не самое главное его достоинство. Обрати внимание, стаки увеличены до миллиона, рейты увеличены до X10. Кстати, на скраб рейты увеличены даже больше, чем на X10. Минимум из бочки или из ящика можно вывести в 100 скраба. Ускорена работа переработчика. Ускорена переплавка в плечах в 10 раз. Все вещи крафтятся мгновенно. Киты, телепорты, оружие, инструменты. И одежда не ломается. РТ лутаются без карточек. Все, кроме полярной станции. Телепорты. Оружие, инструменты и одежда не ломаются. Так я уже говорил. Трейд обмен между игроками. Скины для всех игроков. Ремуф своих построек. Возвращенные переработчики на РТ. У каждого есть свой личный мини-коптер. Также у каждого игрока есть вот такой вот огромный рюкзак. Вайп каждый четверг. С учетом того, в каком количестве сыпется скраб, было принято решение каждый вайп делать глобальным. Но это еще не самое главное. Этот сервер от сообщества для сообщества. И на нем абсолютно нет никаких донатных штук, дающих преимущество в игре. Что ж, залетай. Айпи-адрес ты найдешь в описании. А я на этом с тобой прощаюсь. Увидимся. До скорого. Пока-пока. В следующей неделе. И также увидимся в Расте. Расте.